Я приветствую, духом спокоен, на нём ей повисла хулак. И ему движением руки отрисает, любою сияют глаза. И бьёт супостата священным писанием, мужеством полнится зал. Хочу быть женицей за правду Христову, расколот на львиных зубах. Пылающий факел в железных оковах, империи в пущем кран. Я жажду испить смертоносную чашу, Бог моём в сердце живёт. Пусть звери зубами всё тело распашут, Страдания мне слаще, чем мёд. Живу, ожидая последние минуты, Иисусу любовь покажу. Мой дух свернет тело, отомления, путы, Всю жизнь на алтарь возложу, возложу. Любите епископа в церковь, Храните чужим, не внимайте отнюдь. С бессмертием всюду незримые нити, Страданием, терпением куют. Хранитесь, хранитесь, а в ересей разных Тот церковь покинет, погиб. А робот на церковь страшнее заразы, Не брать еретических книг. Светильник на небе промчали столетия, А львы на арене так близко. И страшно подумать в газетные сплетни, В этапы отправил епископ. И ары, и митры, и хор, и милава, К предпесарям неся склонились. Господняя ревность сосуды расплавит, Простит ли нас, Божия, милость все вместе. Я жажду и спеть метоносную чашу, Бог в моем сердце живет. Пусть звери зубами все тело распашу, Страдание не слаще, чем мед. Живу, ожидая последние минуты, Иисусу любовь покажу. Мой дух свердит тело, томление, путы, Всю жизнь на алтарь возложу, возложу. Идет в огоносе священные гнады. Недавно я в «Житие» слушал, как трогательно все это. А вы вообще не поедете? Илья Тихонович начитывает, он так начитывает, что плакать хочется. Как он начитывает вдохновенно? Это не артиста голос, это глубоко верши. На дисках у нас, у нас, столько на дисках. В восьмом году, так там «Жития», там «Яченко», «Библия». И я только дольку маленькую прослушал. Думаю, почему она у меня лежала столько? Десять дисков он как-то распространял. Да, 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 диктофон запишешь, делаешь дело. На грядке работаешь и слушаешь, какое благословение. Недавно «Житие» Евдокии послушал, которая супругой всего мира была, первого марта «Житие». Как Герман пришел, начал с обыкновением через стенку молиться ночью, а она рядышком через стенку. А у нее там хоромы, слуги, все, бриллианты, да, блудниц боготворили, греки, римляне. У них там афродиты были и прочее. Она богатая была, она может там в этой империи по богатству, какой-нибудь там миллиардершей была. Не посередине места. И все слышит такие слова, читает, что-то молится, там про страшный суд потом. Что это такое? Дай-ка я его призову. И тут-то все и начинается обращение. Как она пала и какое восстание было до ангельских высот, пост наложила, там потом искушение. Она уже в монастыре была, один приоделся в монахе, монах. Но он любил ее сильно, по-плоски, сегодня мы это слышали, плоская любовь, чем уйдет. И обходным путем там к ней пришел и говорит, ну, Друся, ну я так по-своему же, ну ты что имела, куда же ты ушла? А там стоят эти монашки, главный женский монастырь, про них. Что-то, ну они видят, что они там разговаривают, глубоко шевелятся, не могут понять, что они там говорят. А она отойдет меня, дунула, вот это вот не хватает у нас решимости, чтобы дунуть, грех, когда он только зарождается. И чтобы его, когда на грядке, то вот такая травка, вот она, все ее легко. А потом тоже деревца, у рожки-то появились, у сыночка, у доченьки, все. Дунула, он, прыг, они вообще шокированы были, что такую Господь благодать дал. Но она потом помолилась, он воскрес и обратился. В общем, это искушение, она... Ну, потом стала мученицей, почему называется преподобно-мученицей? В житиях это редко. Обычно преподобный или мученик, а здесь все в ней соединилось. Стали мучить ее там и усекли мечом. Евдокия, моли Бога о нас. Так, ну что, занятие-то маленько проведем. Давайте побеседуем. Ну, прочитаем. Ну, немножко, сегодня видите, как затянулось. Да, а то уже так, как за ревностные, братчики. Один стих, давай. Я думаю, маленько, конечно. Слово нужно закрепить. Вторая глава, десятый стих. Вот этим мы читали о тем, что апостол Павел разделяет на две части людей. Одним благословение, другим проклятие. Тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются ярости гнев, скорбь, теснота, всякой душе человека, делающего злой, во-первых, у идеи, а потом елены. И десятый стих. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену. И блаженный Фихолайк дает на стих такое толкование. В следующем, далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни необрезание не причинит вреда. И затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала не испровергает иудейство. Заметь же мудрость. Говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороков, и что все подлежали казни. Во-первых, иудеи, потом елен. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положения выводит заключение, что он будет и награжден за добро. Если же и награды, и наказания суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни. И не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание. Ибо если осуждается язычник, потому что не руководствовался природой, а потому естественным законом, что гораздо более осуждается иудей, и который при том же руководстве воспитан был еще и в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь узнай смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, каковы Мелфиседек, Ио и Невитяне, наконец, Корнилий. Равным образом и под иудеями разумевает иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его и теперь, когда закон обменен. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества, слава говорит и честь, и мир. Благо земные всегда имеют врагов, сопряжены с беспокойствами, подвержены зависти и козням, и хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах. А слава и честь у бога наслаждаются миром, и чужды беспокойства в помыслах, так не подлежащие козне. Поскольку же казалось невероятным, чтобы удоставился чести язычникам, не слыхавшись закона и пророков, то доказывают это тем, что бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает внимания лица, но испытует дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен закон, не величайся, иудей, перед тем, который из язычников, делающих добро, равен был даже в то время, когда иудейство твое было в славе. Вот такое пространное толкование на слова. То есть приходили из язычников люди и иудеи, гордились, наверное, и не хотели их принимать. И вот апостол Павел как-то их пытается вразумить. Как это к нам променить сегодня? Православные, гордятся от их, как там, я не знаю. Первые, да, пожалуйста. А что, иудеи сегодня относятся по-другому к язычникам? Или также считают, что их благоизбранность сохраняется, и они имеют право ожидать, когда цари из земли принесут все богатства к ним, что пророк так сказал? Или все-таки здесь надо пересмотр новый делать? Павел говорит, наказание грозит всем. Но в первую очередь евреям. Все остается на месте невзыблено, как камень. Поэтому к нам сегодня относятся напрямую. А не такие евреи есть. Только единственное, что еще и православные такие же стали. Я конкретно об евреях говорил, допустим, в интернете. Что-нибудь сказал. Стихотворение у меня упоминается. Совершенно по месту, по писанию, как они взыграют все. Так вы что, не любите евреев? Вы антисемит. Русские там, я говорю, пьяница, спился народ. Это можно говорить. Но если сказал, что еврейские олигархи ограбили Россию, а то везде печатают, они понимают, они воспринимают это болезненно. Говорят, ой, евреи умные. Они совершенно не умные. Если бы они были умнее, хотя бы чуть-чуть, как они о себе думают, они бы сказали, мы согрешили больше всех. Пророки все говорят, что Бог наказывает. Что они ничем не лучше изыщены. А мы богоизбранный народ. Ну и как богоизбранство-то это подтверждается в принятии Иисуса Христа, а не в том, что вы его распяли. Какие же вы богоизбранные? А сейчас говорят, да это сатана избранный у нас. Нет, богоизбранность еврейского народа сохраняется. Как? Остаток спасется. Вот сейчас некоторые мессианские иудеи там тоже требуют поправки. Они Христа за Бога не признают, а за Мессию. Тоже с искажением. Но есть же настоящие евреи. Они православные. Евреи, католики. Настоящие евреи. Но за ними остается благословение в том, что в конце, когда придет Антихрист, и они поймут, говорят, что он даже не обрезан, есть такое мнение, и они его отвергнут, и он поднимет на них гонение, и остаток спасется. Вот в чем благословение. А не в том, чтобы ограбить все народы, устроить геноцид русского народа, как сейчас об этом пишут везде, устроить февральскую, эту, октябрьскую революцию, загубить 100 миллионов человек русских. Да не в этом благословение, это проклятие нации. Аминь. Благословение в том, что человек исполняет закон Божий, а не то, что это мелочисть, талмуд. Талмуд это не закон Божий. Талмуд это человека ненавистнический трактат. Просто православные считают, что это от сатаны. Каббалистикой занимается. Закон Божий, он от закона. А это толкование в ненависти одно. Я занимался им специально. Вот у меня три тома написаны на эту тему. Кое-что мне подходит. Ну, такое, я не мелочность. Такое беру там. Голубь улетел, где голубяки, где голубь присел, кому принадлежит голубенок. Мне это нравится. По крайней мере, драться с соседями будет. Если дерево растет, а дерево распустило ветки на улицу, а на улице остановился всадник, а сверху сядет ворона, и она принесла кость мертвого человека или животного, и уронила на него, и теперь тот человек осквернен на него. То есть такая надуманная, надуманная. Так вот, надо сделать так, чтобы нижние ветки обрубать. А на какую высоту? Теперь пишут, на высоту копья всадника на коне. Понимаете? Это выдумка из выдумок. Ну, не может быть такое, чтобы я остановился под деревом. Ну, где в городе, ни одного такого нет. Ну, бывает так, застраховалась одна там, Мадонна, если метеорит упадет на меня. Ну, чего ради он упадет на тебя-то? Деньги не знаешь, куда деть-то. Это легче сказать, бык упадет там, ну, не метеорит. Сколько птиц летают, и на кого какашка попала? Уж редко кто скажет. Да, редко. Но это именно кость мертвую принесет, а дерево это принадлежит хозяину, теперь он виноват, и должен штраф заплатить. Ну, это не случайно. И теперь, допустим, еврей живет в селе, а пастет пастух русский. Так имеет ли право евреи отдавать свою корову пасти? Ответ. Если их два или три, то можно, а если один нельзя, потому что это излечник, он будет насиловать твою корову. Ну, где кто, когда корову какую-то... Да ты еще легнет у тебя, говорит, кошелень не соберешь. Ну, еще придумывай. Или, допустим, склад. Склад еврейский. Это какой-то там... Ну, бывают язычники. А евреи устраиваются на работу. Женщина. Так может она работать или не может. Ну, а там русские работают. Если их меньше, там, четырех, то нельзя. А если семеро, то они не решатся насиловать еврейку. Вот это такое представление о всех. У них ничего нет. Они просто ходят в руках, корень держат, и больше ничего нет. Ну, нельзя же так. Это все разобрано. Или, допустим, склад чей-то, а еврею хранить надо вино в бочках для русских. А теперь, может еврей хранить, русский может подмешать другого, но если ворота к дороге, то он побоится, тогда можно. То есть, настолько все надуманное, настолько... Это талмуд. Как следствие уже какое-то разбирает? Замучились. Ну, закон Божий, по закону Божьему, вот они должны принять Христа. В этом Бога избранство. А если они его не приняли, какой избранный? Бог пришел, а вы его распилили. Это Бога отверженность. Они златоуста люто ненавидят. Шесть, там восемь слов против иудеев. Он говорит, я иудеев ненавижу. Это он сказал о распинателях. Потому что они не каются ничего. И сегодня надо делать объяснение. Они болезненно воспринимают. Вот я переписываюсь с католиками. Я сказал им, католик, да, у нас такое и есть, но если где-то я даже не имею в виду, я объясняю им. Жид, это означает, жидом назвал. Жид, словарь, далее он говорит, это человек скряга. Она все ко мне подкакывается, еврейка. А вот вы же знаете, вы не в этом плане сказали жид. Ну, я говорю, я сказал тому в другом. Что жидовские, наклонности, деньги. Вот у меня отец, я говорю, никогда с евреями не жил. Но когда сосед, а вокруг русский жил, ты сосед где-то там зажал и не отдал. А отец скажет, ух, жи-то каянный и сплюни в ту сторону. Я никогда жидов не видел, но я знал, что это нехорошее слово. Это человек, творящий пакости, берущий, не отдающий. Они не могут слышать слово, если о евреях где-то. Не то, что, заметьте, у нас была тут еврейка. Она приходит в какой-то такое состояние, как в пространство впадает. Она мешается сразу, ой, а вы сказали здесь такой книги, я читала, а если об этом Песоцкий узнает, а вы с ним дружите, главный банкир тут. Ну, я ему подарил, говорю, книги, она тогда засохла. Об евреях можно говорить как о покойниках, только хорошее или ничего. Мы сами над собой посмеемся, а на все нельзя над собой смеяться. Критику свой адрес. Это как ЦК КПСС, а не РУПН, как старая блядьца. Этот человек уже приговорен к гниению. У него ни одной живой струи нет. Я требую обличающих меня, знаете, как это, оздоровляюще действовать. Я сам-то не вижу. Почему поговорка говорит враги им на лучшие друзья. Враг-то за мной подсматривает и он заметит самую малую неточность, а вот ты то-то там сделал. Поэтому сегодня все абсолютно считаемое здесь нужно делать с поправкой, с пояснением. Помните фильм 12 все, еврейские штучки-то? Да, я это сказал одним здесь, она замолкла. Но я еще, чтобы так не на меня сказал, фильм 12 Никиты Михалкова и прочее. Вот там евреи не обижаются. Он говорит, это еврейские штучки. Ну да, я еврей, еврей. По рубильнику видать, что я еврей. Гафт играет. Еврей причем. До того хорошо играет. Так он и есть еврей, самый натуральный. Главное, что он про себя то говорит. Ну да. И вот говорит, ну у евреев при всех прочих недостатках есть одно положительное качество. А они умеют задуматься. А он говорит, где ты был там? Ну где? Мастер пришел, ходил в стартерку, да там удобно думаются. в туалете. Это еврей. Еврей говорит, приятно, я его просто приемлю. И юмора у него это не старобрядец. Там, говорит, хорошо думается. И мы можем задумываться. Так вы голосовали, что он виновен. А я там задумался и вижу. Не виновен он, парень, этот чеченец. Он не убивал. А почему? А вот потому-то. Задумался в туалете. Говорится, кабинет задумчивости. Судьям туда надо ходить почаще. Одного я еврея встречал в жизни своей. На корабле у нас работал. Но он какой-то, я не могу даже выразить, вот маленько такой, как видно, говорят, интеллектом лицо не испорчено. То ли они его за провинку послали, работал матросом. Со мной вместе. Я матрос и он. И он меня впервые вывел на стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Вот какой-то был такой, понимаешь, малахольный. Над ним все посмеяются и прочее. И он, как я, я увидел, что он на меня похожий. И мы сразу не сошлись. Вот настолько он мне дорогой взялся. Прямо отмассажись, как родные братья. И он ко мне прилипнул, и мы все время с ним гуляли, говорили, беседовали. Я больше таких евреев не встречал, не считая отца Наума. И они очень дружные евреи еще. Ну, это... Да. Вот в чем дело. Я хотел бы на эту тему кое-что сообщить у нас. Я хочу закончить. Вот у нас был, не у нас был, у этих, у баптистов, как его там... Один баптист с Павлодара приезжал. Ой, как же он поменил. И как-то еще там... Очень хороший проповедник. Ну, замечательный. И он однажды, вы помнишь, тогда приезжал к Маше Глушковой-то? Она его звала деда или отец? Не сомневаюсь. Ефим или как-то что-то такое вот было? Это без ноги которой? А? Без ноги которой, нет? Нет, он нормальный, высокий, такой старик. Прям такие проповеди хорошие говорил. Маша Глушкова с ним была. И он однажды говорит, вот, в войну, говорит, прислали к нам там разных наций. И она была еврейка. А я был, какой-то он начальничий был, я ее пристроил на работу, ей было хорошо. Ну, я, говорит, и забыл. Но уже после войны, она когда получила свободу, выехала, а она своим евреям рассказала. Мне, говорит, прохода не было. Сколько они на меня добра сделали, насколько они благодарны. Понимаете? И он это не забыл. Ну, где-то такие люди. Тагинцев. Федор Тагинцев. Посидел, ну, 30 лет назад там. Очень хороший проповедник был баптистский. И вот он рассказал случай, он мне в сердце лег. Еврей Бога избранный. Во Аврааме. А Авраам приносил жертву, как бы Христос был. Исаак нес дрова, Христос нес крест на Голгофу. Тут Златонус объясняет. Вот в этом благословение. В этом. И они благословены. И поэтому, где ругают евреев, клянуть никогда нельзя присоединяться. Тем более проклинатели. Я как-то сказал, шойхи там были, евреев будут гнать. Их резать будут. И все. Но я сказал, где кто рядом с собой, только через мой труп. Я в саму руки раскину, и буду говорить в их защиту. Евреи неприкасаемые. Все, кто касался евреев, истреблять их нет. Они будут изничтожены Богом. Не человеческой рукой. Евреев может только благословлять, как Господь, обрати его к Истине, чтобы они приняли тебя, как своего спасителя. Вот в чем благословение. И так, дай ему крепость, чтобы они нас уничтожали, обирали, и мы в нищете подыхали здесь. Нет. Можно? Да. Главный вон сидит. Тут у нас такой непонятный случай, и он узнался у нас перед тем, как уже совсем был человек этот ушел. У нас Василий, брат, отсидел в милиции, в полиции. Сейчас отпустили только его, оказывается. Вот этого? Да, вот этого. Сидит, молчит, ничего не говорит. А за что? Его уже почти что посадили в тюрьму. Бусь объяснить сам хоть что-нибудь, а? Ну, пускай скажет. Ну-ка расскажи. Ты его не поймешь, он вармочит что-то. Я подойду поближе. Ну, хай сюда, ко мне. Иди. Только Василий, давай. Там разумительный, расскажи, пожалуйста, и побыстрее. Вообще, мне попили, и что ты держишься. И как было это? Ну, приватизированную квартиру. Ну, два раза сходили, по 350 рублей отдали, все закрыты были. Кто обыдых, отдай понять. Я хожу, я помогаю. Он попросил комнатешку в общей четырехкомнатной эти самые баранжного типа приватизировать комнатку. Я поздравляю. он меня попросил. Довите, Рене. Я согласилась. Помоги мне. Я говорю, почему ты решил так приватизировать? У меня та, которую я запустил в квартире живет. Квартиратка живет. С ребенками. С двумя. С двумя ребенками живет. Он запустил, а теперь она не платит за квартиру. Много электроэнергии потратила. И сейчас, говорит, я тебя выкну и квартиру твою, комнату заберу. Ты забудь про нее. Я, говорит, прошла, уже узнала все. Он прибегает. Помоги мне приватизировать квартиру. Потом он прибегает. Да? Это было два месяца назад. С половиной. Теперь я занялась. Все, говорю, договаривайся. Он договорился. Мы пришли. Нас одна женщина запустила. Это его хозяйка вообще закрыла на замок. И двое отказали. Кого закрыла? Его? Квадьер. Его квартиру, в которой она живет. Как та лиса, которая он выбросила. Зайчик. Бедуя. Теперь второй раз приходим. Он вроде договорился. Второй раз она их всех уговорила по-другому. И они нас опять не все не запускают. Третий раз пришли мы. Они говорят, ну все, женщина, мы больше вас не будем оформлять. Последний раз приходим. Все. Тут нас первая запускает, вторая запускает, третьего ключа дал, который а третий второй дал. А эта опять закрыла. Она говорит, все, я согласна, запущу. Закрыла опять. А куда запускать-то? В квартиру? В комнату. В комнату. Техника запустить. В общий коридор барака? Нет, общего коридора нет. Мы на улице мерзнем. С января месяца. И никак не можем зайти. Я говорю, Вася, это твое? Твое. У нее есть договор, что ты ей подписал, чтобы она там жила? Нет. Техник стоит, говорит, слушайте, вы обратитесь к персонеру. Он сходил в милицию, когда мы ушли, уже она не стала ничего, ушли в милицию. Милиция ему сказала, что обращайтесь в суд. Так тебе? Сказали в милиции. Так. Обращайтесь в суд, чтобы ее выселить оттуда. Или чтобы это самое, вас запустили. Я потом прихожу и говорю, Вась, давай как хочешь. Он договорился. Мы пришли в третий раз. Пришли в третий раз. Эти все три открыли, а у нее опять закрыто. С первой квартиры дал этого. Выдергу. Выдергу. Он выдернул, и Вася стоит за дверями. Вася стоит, а я технику говорю, я не пойду. Мужчины двое стоят, соседние. Давай как-то на него ругаться. Как давай материться. Я говорю, так, мальчики, замолчали. Сейчас его. Мы милицию вызовем. Я говорю, сейчас на вас милицию вызову. При всех вы свернословите. Это наказуемо. Они замолчали у каждого по собаке. Я говорю, значит так. Она здесь живет, никакого договора нет. Она живет, в наглую просто живет. На птичьих правах. На птичьих правах. Он, говорю, мне сказал, договора нет. Кто она такая? Она кто такая? Она никто. А он, хозяин. Я пошла в БТИ. Мне сказали. Говорю, там какая-то заселилась. Он мне говорит, да вы что, женщина? А я говорю, она сказала, что она там заберет у него квартиру. Он говорит, да никогда она не заберет у нее никакую квартиру. Вы, говорит, зайдите, даже можете вскрыть, если вы, говорит, это самое. Ну, я говорю, вас давай вскрывай. Он вскрыл. Она пошла заходить. Женщина зашла. Как закричит, там темно. Я говорю, вы что? Она, никуда я не пойду, там что-то мягкое под ногами. Я тоже пошла, смотрю, правда мягкое. Это одеяло, оказывается, они там закрали. Ну, короче, мы зашли с ней. Там земляной пол, с землей покрытой. Я говорю, ну, смотри-ка, земля. Потрогали, а там, кажется, внизу-то пол. А все вот как земля, как будто это никогда не вылетнено. Все серое, все черное. Я говорю, давайте я открою это. Открыла, смотрим, печка стоит. Она говорит, ну, печка вроде на место, и бегом, тут тазик грязный с бельем, выбежали. И дверь не можем закрыть. Она говорит, я не могу, я давай закрывать, а Вася не заходит. Я закрыла, и сенок вышли туда, и Вася тут остался с собаками. Я говорю, давай закрывай. Он говорит, сейчас закрою. Она у меня кости украла. Давай сейчас костями с этими. Открыли эту дверь, а мои кости не... Ну, так по твоим костям пройдутся, ты слушай, что говорят. Я говорю, Вася, а они все мужики наблюдают. Вы бы видели кино это, они его ненавидят. Если бы меня не было, они бы его там избили бы всего. Так он с двумя собаками ходит, чтобы они его там не побили. И они-то опять на него смотрят и наблюдают. А я выхожу, я говорю, Вася, не жалуйся ты на эту женщину, сейчас ты верующий. Вот эти кости, которые она тебя украла, да ты скажи, спасибо ты, что ты вот взяла. Благодари, говорю Господа, что у тебя взяли, что ей нужно собаку вот эту кормить, которую охраняет. Я говорю, ты пожалей ее. А мужики притихли сразу, какие-то хмурые, глаза на землю сразу. И я Вася говорю, Вася, не ругайся на нее, женщину, не ругайся. Раз ты запустил, терпи. Вы далеко уходите уже. Ну поскорее. Вышли, вышли теперь. У него документы в порядке. Теперь оказывается, все в порядке. Все в порядке, приватизировали. И он сегодня приехал, вчера говорит, меня в полицию вызвали. Я говорю, за что? Она пришла и сказала, что он украл у нее сумку с продуктами, и что он должен возвестить. У него от причины пальцев взяли, его допросили в полиции, по ее заявлению. Его допросили. Сфотографировали по-разному. Сфотографировали. И сказали, сколько денег платить тебе? Семь с половиной. Семь с половиной тысяч. Он приходит, он там Марине деньги дает на хранение, Марина вытаскивает ему деньги. Я говорю, стоп, к Севастьяну. Севастьяну объяснили, он говорит, никаких денег никуда, никому не отдавай. Я Марине отдала обратно. И ему сказали, если тебе позвонят, и тебя еще вызовут, срочно Людмиле Степановне звони, а я ему. Я с ними поговорю. Севастьян. Севастьян нам так посоветовал, никаких денег не отдавать. Ну какие деньги? Какие у нее там, это там вообще ужас, что, грязь, и вот так, мы даже сам... Так, ну где, я не должен, когда я убить-то начну? А кто-то что? Когда он остался один, он дверь заколачивал. Ну кого заколачивали там? Я не заколочил. Ну, он вставил эту штучку. А сумку ты же не брал? Ну, это с чего? Так сказали, побили или не побили его? Да его уж сквозь раз упили. Кто на ком ссором? Он говорит, с собаками и ходит, чтобы его не били там. Да собаки собак побьют. Ладно, не надо, это зряшло. Мы решили его оформить в дом престарелых. И раз... С чего ради? Ну, он такой немощный и никакой. Какой он немощный? Он все может сам себя... А где живет он? Ну, это его дело. Не надо это делать. Без Виктора Яковлевича ничего не делать. Он его познакомил с нами. В дом престарелых. Это как... Один у меня жил там, и говорит, это как Азвасвенцам сдать. Это раньше такое было. Это делаешь? Подождите. Я хотела сама там. Подождите. Так, что-то объясняла, объясняла, ничего так и не объяснила. Да, не объяснила. Дело-то все в следующем. На него уголовное дело заведено. Вот в чем дело. Уголовное. Вы что, не понимаете это никак? Он под следствием находится. За что? За то, что вор. Воровство со взломом. Со взломом еще тем более. Своего дома. Вот в чем дело. Надо поставить на тебя на 700 тысяч. Да. А что ума на 7,5? Да. Просто мало. Она ума не хватила больше. Видите, у ней, ну, видимо, право какое-то есть. Она бы не сказала, что опять пятого поколения у нее там украл. Как будто она должна ума 7,5. Она может тебе всю жизнь дарить. Ты вот пошел туда, даже я первый раз слышу, ни с кем не советую. Если тебя вразумляют, тебя били и будут бить. Вот есть такой очарованный странник у Лескова. Ох и дурак ты, говорит. Сколько тебя жизнь мяло, где ты не был, а ты все такой же остаешься. Это есть у Шаламова, когда показывают про него. Он такой же. Вот есть такие люди. С тебя как с гуся вода. А ты зачем ее запустил-то? По христиану? Я вообще запустил. Зачем? Второе, нельзя было взламывать. Это делается только в милиции. В милиции. Она уже там живет. Она могла что угодно написать на тебя. Ты не прав. А милиция права. Если каждый будет взламывать, что у нас получится? А действительно, может быть, у нее там что-то было. И потерялась. Это действительно могло быть. Взламывать нельзя было. Это однозначно. Взламывать. Вот этого я не слышал. Нельзя взламывать. У нее квартира. Там плохо, что она может что угодно сейчас сказать. Я там жила. Ты меня пустил. Пустил ты ее? Пускал или нет? Ну все, а теперь пришел, взламываешь без хозяйки. Он договорился с ней. Хорошо. Я свое мнение сказал. Он не прав. Если против него уголовное дело, они имеют основания под этим. Полиция зря не будет это делать. Прямо я занимался этими делами. У них там я не один год провел. Собаками. Так они могут посадить? Могут посадить, потому что ходить не умеешь. Я тебе сколько говорил раз садишься обедать, не сиди долго, вылазь. А ты все не мог. У тебя посадят, то сидишься, ночамкаешься. Посадить они могут, если ты не заплатишь. А они подбивают, чтобы ты заплатила эту женщину, взял как вдову и кормил с девятишками вместе. И будешь кормить. Работать на них будешь. А на живодерню сдашь шкуры, ты заплатишь ей. Да, у него есть это. Так что, без совета дело расстроится. Не советовался, не позвонил никому. Ты мог подойти к Виктору Андреевичу? Он знал про это? Знал, нет? Да, никто не знал. А он тебя вывел в люди из подвала-то. Он тебя привел ко святому крещению. Ты же не совсем такой, чтобы дорогу домой не находил. Ты же хлеб ешь. Сколько она живет в этом уже доме? А не кирпичи. Кирпичи же не берешь на стройке жевать. Ты знаешь, что им уже съедал. Да, что разве мало. До крещения, короче, он еще туда. Все, продолжай. Ты много рассказываешь и подробностей. Пошел там. Тут одно. Вскрыл без хозяйки. Два слова только. Так мы его заставили. Вскрыл без хозяйки. Заведено уголовное дело. Еще пять слов. Вот толкетесь, толкетесь. Он же при свидетелях вскрывал-то. Не просто, а при комиссии. Заходил он при свидетелях? А он и заходил. А он и не заходил. Ну заходил, ребята, что свидетели какие? Назначенные государством? Да. Ну тогда ухлезли. В этой сфедеральной техник стояла. И она сказала, вставивайте при нас. Тогда он должен собрать свидетелей, чтобы всегда надо собирать их. Давай, где-то конца. Она согласна. Вот что-то собирает. У нее протокол есть. Ну как почему? Потому что он под следствием. Как почему? В милицию ее надо, чтобы она говорила. Она должна помочь выручить, это обратно. Да, выручить, да. Техник, у меня же есть протокол, что он обмерял в этот день. И она была. И она заходила, а он не заходил. Ну все, это нормально уже. И соседи видели. Все, и соседи. Ну еще сколько будете вести заняться? Да все уже. Все, все. Закончили. Все, молимся. Молимся. Еще у вас нету больше? Нету. Нету, говорите. Подождите, не расходитесь. Так, Витя, ты когда выезжаешь домой? Вот это матери такое, чтобы набрали там больше, как вы едите. Завтра с Николаем. А? Что, мы едем? Завтра с Николаем. И прислали мне с нашими. Я с Николаем поговорил. Нам-то так удобнее. Утром мы приехали. И потом потеряю. Вам сюда не заезжать. И кому надо заехать за книгами, вы нам маршрут обрисуйте. Не надо заезжать сюда. Я не буду за книговать своих петок. Ну и сразу все. К книге Александровне заехать. И все. У меня много книг. Есть что-то? Он сам прикидит книговать. У меня только до 14-го тома. Может быть, и когти. Может, и Галина Ивановна. У Галины Ивановны же Силеной. Когти на лавице. Нет, они же все-таки. У Галины Ивановны не схожи. Не знаю. Лучше Галины Ивановны подвижить. Сейчас едем обсудим. То есть мы в сервис, потом книги, и потеряем их. Да, мы сейчас же переписали, сколько, чего, а остатки мы здесь догонялись. Так, ну, благодарим Бога. Замила Степановна. Сестры. Мы будем молиться. Все. Разошлись, спокойно. Так, задрешите. Задрешите. По полной программе. Да, по полной. Боже, милостив будем и грешному. Создав имя Господи, помилуй имя. Бесчиславец и грешил Господи. Прости имя грешного и помилуй. Замолитесь, святых Отец нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи с десы. И вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися в наи очистенный от всяких скверных. Спаси блаже души наша. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посетей, соли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, сын и Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе наш Бог и Его, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения, Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи, за день, когда даровал веру Твою святую И в ожидании суда страшного И Слово Божие, через которое Ты нашел меня, возвестил о смерти Сына Твоего за мои грехи Иисуса Христа, Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица, Принесна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, молитвы Благодарю Тебя, Господи, за этот день Посети болящих, телесно и духовно, Иоанну, Александру Александру и Елену Спаси ее, не дай погибнуть, Господи Божий наш, Аллилуйя Благослови правители в этой стране, Владимира Дмитрия, Патриарха Кирилла Болящего епископа Максима, Патрополита Иллариона и Птихи Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Богом, не грешним Господи Божий наш, слава Тебе Хвала Тебе, милосердный Честь и поклонение, слава и благодарение, Аллилуйя Спаси нас, Господи, помилуй, спаси и сохрани Защити и укрепи народ Твой Добрый мой ангел, благодарю, сколько лет Ты хранил и защищал душу мою Прошу Тебя, ангел, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным И веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Мы дети Твои, сохрани нас в православной вере Не дай уклониться в ереси, в расколы, в секты Иоанн Креситель, претеща Христом, моли Бога о нас Господи Божий наш, слава Тебе Научи нажить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть довольным И ни в чем не бояться правителей Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать Аллилуйя Благослови нас, Господи, Твоим отечественским небесным благословением Да мы были бы успешны в молитве, в подаянии милостыни и в посте В добродетели и любви друг к другу, и Тебе более всего Святителю Христову Николу Мирликейский чудотворец Образ крутости воздержания Добрый архипастовый словесных овец, моли Бога о нас Николу Чудотворец, благодарю за услышанную молитву о людях и животных И впредь не оставь Твоим попечением Господи, сохраните нашу жену здесь и в селении И защити нас от пожара, ворования, чистой силы Почти нам все потребное для благовестия И этот транспорт благослови Святой Пророк Илья Елисея Молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковью, дабы день пришествия Твоего не застал нас спящими и не готовыми Но выше навстречу Тебе с горящими светильниками и сосудами Полными илев благодати Духа Святого, Аллилуйя Святые ангелы, архангелы, хирурги мои, серафимы И все небесные силы престолу Божию предстоящие Молите Бога о нас Святые всехвальные апостолы Первого Верховного Петра и Павел Святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн Молите Бога о нас Дарить Господь нам желание и исследовать Слово Божие, вникать в Него В закон и в себя и поступать так постоянно Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец Поликабс, Мирский, Устин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик Климент, Римский, Климент, Анкирский, Анпинник и Медийский Георгий Победоносец, Фантелеимон, 40 святых мучеников Сарь Николаев, Святое Царское Семейство Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб Молите Бога о нас Докрепит Господь, дабы никто не принял начертания Печати зверя Антихриста На правую руку ли начало Аллилуйя Василий Великий, Григорий Богослов И Ангел Кауст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ел Сергий Радонский, Сифон Пенский, Серафим Саровский Антобольский, Анкраштацкий, Аншанхайский Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий Алтайский, Филарет И все перевозчики священного писания Молите Бога о нас Александр Невский, ступись за землю русскую Святые жены и девы Фекла Первомущеница Фатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матер София Наталья, Адриан Варвара Екатерина Перепитой Татьяна, Ольга, Елена, Нина Мария Мандолина, Мария Египетская Прискила и Акила, Андроник и Юня Киприяна, Устина Молите Бога о нас Услыша молитву Дев Господи, спаси эту несчастную душу Елены Возврати ее на путь покаяния и спасения От этой страшной опасности окружающих И сохрани ее, Господи, от всякой напасти Прими нашу молитву Воздияние рук, как жертву вечернюю Благоухание приятное Возносим ее к престолу благодатью Господи, соедини нашу молитву С молитвой всех святых, молящихся тебе на небе и на земле А всех желающих нам блага Хвала тебе, наш Господь Мы веруем, что ты умер за наши грехи по Писанию А мыл нас в крови твоей причистой Господи, облекли нас силой Духа твоего Святого Чтобы служили тебе во благодати и не отступали Аллилуйя Говори, Господи, слушает рак твой Аминь Аминь Во славу Божию